Подключение отопления, которого у нас ждут как праздника, иногда оборачивается бедствием. Халатность коммунальщиков из департамента городского хозяйства привела к затоплению квартир сразу на трех этажах дома по проспекту Шевченко. Дом номер 7 по проспекту Шевченко, Сталинка, напротив областной администрации. Квартиры здесь считаются престижными. Сами по себе они действительно неплохие, когда сухо и тепло, а не так, как сейчас. Жильцы 4, 3 и даже 2 этажей выносили воду полными тазиками и ведрами. Стекла она из труб отопления, проведенных по периметру на чердаке. Именно стекла, а не просачивалась. Как говорят жильцы, люстры превратились в комнатный душ. Даже через три часа после того, как своими усилиями дыры в трубах удалось закрыть, с люстр еще текло. Когда они включают отопление, они должны сначала спустить воздух. Значит, там по всей длине этой трубы скручены задвижки, краны, все голое, там патрубки торчат, ничем не закрытые. И эти дебилы, я бы их назвал по-другому, просто нецензурно не хочу ругаться. Значит, эти дебилы включили отопление и не проверили состояние магистрали, что у нас на чердаке и по всему периметру пошла вода. Последствия безответственности мужчин в основном приходится расхлебывать женщинам. Трудиться в буквальном смысле, не разгибая спины. Я услышала шум воды, подошла на кухню и просто с потолка потоком лилась вода. Я побежала к соседям, поднялись на чердак. У нас получается, там есть вентиль, где перекрывать отопление. Я так поняла, что обычно у нас проблемы с ЖЭКом, когда они включают отопление, у нас это уже не первый раз было. Начинает течь вода с потолка. И мы попробовали перекрыть, и ни на одной трубе не было вентилей, все было соглашено. Как оказалось, в местном ЖКСе даже понятия не имеют о том, какая система отопления в доме. Коммунальный сантехник просто удивил жильцов. Этот сантехник такой какой-то обкуренный, удивленно говорит, а кто это тут, а где краны, а где тут заглушки? Система отопления в доме служит со времен, которые даже старожилы уже не помнят. Скорее всего, с 1953 года, когда застраивали улицу после войны. Судя по состоянию труб и теплоизоляции, сантехники не заглядывали сюда уже седьмой десяток лет. Вы скачали сюда, вода хлыщет в трех местах, дальше они ходили мы по чердаку. Тут соседи бегают, кричат, пальцем затыкают, грудью закрывают. Я спустился, взял эти деревяшки, выпилил чопики, и мы начали с соседями забивать. Вот там мы забили, вы видели, чоп, вот тут пробку удалось поставить, туда дальше там те соседи с той стороны работали все. Сейчас вот прошло два часа после этого дела, ну не вижу я тут ни сантехника, ни аварийного, ничего нет. Вот если еще раз дадут эти пробки, понятно, что выбьет тут же. Тем, кто был дома, еще повезло. Они вовремя начали борьбу с отопительным наводнением. А вот остальным, которые вернутся с работы вечером или вообще где-нибудь в отъезде, придется совсем туго. Вернувшись, они увидят испорченный паркет и мебель и будут долго проветривать помещение, пытаясь избавиться от гнетущего запаха мокрого дерева. Все затопленцы еще долго не смогут пользоваться электричеством, до тех пор, пока не высохнут мокрые стены. А потом придется еще и делать ремонт. Для владельцев квартир верхнего этажа это вообще больной вопрос. Ремонтировать хорошо – бесполезная трата денег. Крыша дома как будто обстреливалась из пулеметов крупного калибра с низколетящего самолета. Старый шипер весь в дырах. И это еще один источник затопления. Когда дождь, ветер с этой стороны и сильный ветер, то через крышу затекает вода вниз. Если не успеваешь подставлять, то она текет и в квартиру. Пускай собирают людей, денежку и дурак они валяют. Они за все свое существование ни разу ни ремонта не сделали, ни в квартирах, ни в парадных. А зато какие тарифы. А тарифы сумасшедшие. То есть тут возглавляет это все бандитская организация. Она их и покрывает. Дело плохое. Когда отремонтируют трубопровод и кто компенсирует жрецам материальный ущерб? Они ждут ответа от городской власти. Той самой мэрии, которая призывает одесситов доверять ее делам. Александр Виноградов, Сергей Коняхин, телекомпания КРУГ.